Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился новый набор из двух машин. Такой себе двойной удар. Есть ACDC и есть Skoda T56. Skoda T56 сегодня будем абсолютно честно заценивать, но давайте сначала обсудим весь наборчик. За 12500 голды вам предлагают две машины, два легендарных внешних вида. И если говорить про ACDC, то такое впечатление, что машина в принципе не меняется. Добавляется только вот этот вот рисуночек, ну немножко меняется раскрас. Поэтому я не могу сказать, что это великолепный внешний вид для машины. Хотя возможно он историчный. Что касается T56, то здесь историчностью даже не пахнет, но согласитесь, выглядит машина просто по-зверски. Действительно очень красиво, очень круто, но вопрос возникает, а действительно ли все настолько круто, как она выглядит, по крайней мере в таком великолепном внешнем виде. Что касается вот этих вот X5, то понятное дело, что по 20 штук, а раз по 20 штук на каждую из машин, то соответственно именно на этих машинах вам придется их катать. Ну и соответственно, ребят, я не знаю, честно говоря, насколько сильно, особенно на ACDC, данные X5 вам помогут поднять ваши копилки и элитный опыт экипажа. Ну положили, да и положили, слава богу. Что касается экономии серебра, то на открытом оборудовании суммарно вы сэкономите в районе приблизительно 4 миллионов серы, может даже чуть больше. Ну и понятное дело, два слота в ангаре, чтобы эти тачки поставить. Есть неанимированный аватар, который я даже обсуждать не хочу, потому что ценности в нем абсолютно никакой не вижу. Никакой, честно говоря, аватар, но это мое скромное субъективное мнение, на цвет и вкус товарищам ты себе вряд ли найдешь. Что касается самой Шкоды, на которую будем сегодня делать абсолютно честный обзор. Машина крайне-крайне странная. Почему? Потому что характеристики у орудия одни из самых худших на уровне. Данная машина предназначена для того, чтобы отыгрывать от альфы, но мало кто с этим может нормально справиться, по крайней мере на этой тачке, по одной простой причине. Потому что 14,5 секунд необходимо вам пережить, уровень пробития 215 далеко не самый лучший на уровне, а один из худших. И что касается среднего урона, да, очень бодро, целых 450. Но суммарно натянутые на время перезарядки дают всего лишь 1860 единиц ДПМа, а это самый худший показатель на уровне. Ну, есть только еще два братца, которые могут со Шкодой Т-56 в этой стези конкурировать. Я имею в виду конкурировать в самом худшем ДПМе на левеле. Плюс к тому всему у нас еще и целых 5,6 секунды время сведения, ребят. Это с учетом того, что у меня оборудование поставлено два раза на улучшение сведения, а время перезарядки с учетом оборудования, установленного на увеличение скорости перезарядки, а именно на орудийный досылатель. Короче говоря, ребят, в отношении орудия машина отыгрывается, ну, я бы сказал, крайне сложно. В чем-то данная тачка очень сильно похожа на вот этого вот товарища. И если у вас подобная машинка в ангаре есть, а я говорю про Т-57, то, безусловно, Шкода навряд ли вам понадобится, потому что плюс-минус геймплей у них одинаковый. Здесь тоже стоит отыгрывать именно от альфы. Ну да ладно, не будем обсуждать сейчас Т-57, если захотите, посмотрите обзорчик у меня на канале. Ну, а мы возвращаемся к Шкоде и давайте посмотрим на ее броню. Броня, как для тяжелого танка, я бы сказал, крайне посредственная. Да, очень хорошо забронированный верхний бронелист, но не в прямой проекции брони, там где 130 мм. А когда вы стоите как-то вот так, вот здесь приведенка 278. И если и будут пробивать, то будут пробивать голдой тогда, когда вы будете стоять как-нибудь вот так, чтобы приведенка становилась меньше. Но, ребята, если мы снимаем с вами, допустим, маски, то обнаруживаем здесь хорошо забронированная передняя часть башни. Но вот что касается щек, здесь крайне все уныло. И это в прямой проекции с учетом приведенки 255. А если вы еще и в бою немножко становитесь как-нибудь вот так, то сюда абсолютно весело залетает. Прям вообще без печали. Крайне картонный нижний бронелист, который, пускай и под очень хорошим углом, и вроде бы не сильно большой, когда на него смотришь в прямой проекции, но сюда закидывают очень бодро. Плюс к тому, ребят, даже если возвращаете экраны, которые закрывают щеки, ну и вроде бы как бы мешают немножко прицеливаться соперникам. Здесь брони, кстати, ребят, я бы не сказал, что так уж и мало. Когда стоите в прямой проекции к сопернику, то здесь приведенка 115. И плюс еще броня, которая за этим экраном. Короче говоря, действительно вот эти вот два экранчика, они помогают. Но не вот в такой проекции, потому что вот так пробивать 100% будут. Что хотел сказать, что вот эти вот экраны, они не закрывают довольно-таки существенную по размерам комбашню, которая, ну, не является забронированной, и, соответственно, сюда тоже будут бросать. Интересный здесь скос брони идет выше гуслей, и вот так вот, когда вы играете, то здесь действительно хорошая приведенка, даже несмотря на то, что сама вот эта часть не сильно хорошо забронированная. Ну, здесь, понятное дело, будут пробивать между гуслями абсолютно спокойно, ну и, понятное дело, карман тоже не терпит сюда попаданий. Что касается сравнения с другими машинами. Как вы видите, по ДПМу он лежит просто-таки даже не то, что на плинтусе, он лежит ниже плинтуса. Есть только двое ребят, у которых ДПМ хуже. Это Калибан, но у него 580 единиц альфы, хотя просто безбожное время перезарядки. И второй товарищ, который проседает ниже, чем наша Шкода, это, ну, максимально морально устаревшая машина из три защитника. Но это барабан. И проблема данного барабана заключается во времени перезарядки между снарядами в самом магазине. Я уже молчу по поводу перезарядки всего магазина, который составляет там 23 с копейками в секунду. Короче говоря, ребят, это самый худший ДПМ на уровне, не считая Калибана. Почему говорю именно так? Потому что ИСа можно оттуда выбрасывать, он все-таки к барабанщикам относится, и все-таки с барабанными машинами стоит его сравнивать. Что касается всего остального. Как я говорил, пробитие 215 далеко не фонтан. И если вот так вот посмотрите, то вы, ну, в принципе, не найдете здесь никого, у кого хуже пробития есть. Если вы поставите себе на калиброванные снаряды, да, у вас будет пробитие нормальное, божеское, 226. Но при этом всем, ребят, у вас ДПМ падает еще ниже и становится реально самым худшим на уровне. Короче говоря, я себе все-таки поставил именно досылатель, чтобы, ну, хоть какой-то ДПМ иметь и хоть немного быстрее перезаряжаться. Что касается всего остального. Сведение тоже далеко не самое лучшее, как вы видите на уровне. Есть ребята, которые плюс-минус такое же сведение имеют. И опять-таки тот же самый ИС-3 защитник, он проваливается вниз по сведению. Все остальные ребята гораздо более бодрее в этом отношении. Что касается скорости. Ну, в принципе, нормально. 35 километров для тяжелого танка на своем уровне. Нормально вытягивает. Есть ребята, которые там чутка получше. 40 километров, но не принципиально. В целом, что касается подвижности, я имею в виду скорости движения данной машины, то я бы сказал, что достаточно. Что касается доходности. По имеющейся у меня информации, 175%. Не хуже, не лучше, чем все остальные. Что касается побед. Вот здесь действительно очень удивительно. Целых 58%. Так что же это получается, что несмотря на все вот эти вот минусы, которые я только что перечислял, танк оказывается еще и довольно неплохо отыгрывается. Но окей, сейчас будем это проверять. А для того, чтобы это проверить, мы с вами забросимся в первую попавшуюся катку. И в целом, ребят, мы здесь обсудили все, что можно было обсудить. Выбираем себе обязательно встречный бой. Ну и погнали, попытаемся данного красавца, а он действительно крайне красив в своем легендарном внешнем виде, реализовать максимально в бою. Пока мы заходим в бой, приглашаю всех к себе на дискорд сервер. Здесь вы можете пообщаться с ребятами, которые любят танки точно так же, как вы. Вы можете похвастаться со своими результатами, выложить свои реплеи, позадавать вопросы. Вы можете посмотреть и ознакомиться с новостями игры, вне зависимости от того, на каком сервере вы играете. И вы можете ознакомиться с новостями канала. Это далеко не все, что есть на дискорд сервере, там еще проходят розыгрыши. Короче говоря, ребят, заходим на дискорд, регистрируемся, всем рад. И давайте будем общаться и обсуждать любимую игру. Мы сейчас попадаем в бой, там где не будет девяток, это уже очень хорошо. Не могу сказать, что на шкоде Т-56 мне удобно играть в тех боях, в которые я попадаю против девяток. На удивление, в основном, в девятком я на шкоде Т-56 попадаю тогда, когда играю с кем-то во взводе. И несмотря на то, что мы вдвоем со взводным берем себе восьмерки, нас все равно каким-то образом пропихивало к девяткам. Ну что, поехали. Что касается угла склонения орудия вниз. Бодрое, классное склонение. Что касается подвижности. Как вы видите, абсолютно нормально машина перекатывается, без проблем каких-либо. Ну, то есть унылости в бою в отношении передвижения вы не почувствуете однозначно. Так, с меня уже подсветили. Выжидаем, кого мы там можем подкараулить. Несмотря на то, что углы склонения вроде бы и приятные. Но, как вы видите, для того, чтобы выцелить кого-то вот здесь, надо выехать наверх и показать себя практически всего. Это не очень удобно. Поэтому, ребят, не рассчитывайте на то, что у вас угол вашего склонения орудия вниз, ну, прям имбовый. Ну, вот, допустим, ту же самую Шкоду Т-56 вражескую мне, допустим, крайне тяжело увидеть. Вот так вот мы выглядим сами у себя в прицелем. Что касается брони. Вот вам, пожалуйста, базовым снарядом с пробоем в 215, ребят. А это один из худших пробоев на уровне, если не худший. Я абсолютно спокойно в борт башни, то есть, ну, в бочину башни абсолютно спокойно пробиваю. Согласитесь, не очень классно. Так, точность орудия. Ну, вот вам, пожалуйста, при полном сведении в нижний бронелист сейчас снаряд не полетел. Время перезарядки, как я и говорил, долговатое. Приходится очень долго ждать. Сейчас Тигр-2 там вынужден, бедняга, отстаиваться самостоятельно. Только лишь потому, что мы до сих пор продолжаем перезаряжаться. Такс, продавили. Продавили Тигра. Ну, в принципе, неудивительно. Двое соперников, он был один. Играть от башни очень комфортно, если стоите исключительно прямо орудием к своему сопернику, который пытается вас выцеливать. Так, пока ты на перезарядке, получи плюшку. Время сведения, как вы видите, тоже долговатое. То есть, приходится очень долго ждать, пока ты все-таки сможешь прицелиться туда, куда тебе нужно. Ребята сейчас будут пользоваться тем, что у одного из них лучше время перезарядки, чем у меня. Надо подъехать, встретить первому, дать плюху. Пока вроде бы разменялись в свою пользу. Ну, а вот что будем делать дальше? Такс, попытаемся побыковать немножко. Ну, как видите, ребят, пробивают. Пробивают очень жестко. Сейчас очень сильно повезло. Не доберу шкоду, к сожалению, прячется. Ну, и в принципе, на этом я думаю, что моя песенка спета. Сейчас меня однозначно доберут, как бы я тут ни вертелся, ни крутился. Как видите, по моей туши пробивают абсолютно спокойно в ком-башню. Она действительно крайне больших размеров. Пробили в верхний бронелист на стыке с листом, который закрывает верх корпуса. Абсолютно спокойно пробили сбоку в щеку в левую. Ну, если отсюда смотреть, но если смотреть в проекции вот так, то в правую щеку. Пробили в верх башни. Ну, и понятное дело, что пробивали по бортам. Правда, я не могу сейчас найти отверстие, но оно там точно было. Был прилет в борт, я его точно помню. Короче говоря, ребят, машина, я бы не сказал, что одна из лучших. Внешний вид у нее, безусловно, крайне крутой. Но вот что касается реализации данной машины, то вы сможете реализовать данную машину, если вы не будете на передовой, потому что на передовой вас будут разбирать. Вы будете реализовывать данную машину тогда, когда будете играть от башни, стоя где-нибудь на неровностях, или будете прятать свой корпус за какую-нибудь преграду. Ну, вот по типу какого-нибудь вот такого вагона, допустим, или чего-то подобного. Ну, короче говоря, каких-то таких вещей, которые своим силуэтом будут перекрывать полностью нижний бронелист, ну и желательно верхний бронелист, который тоже не является прям ультимативным по броне. Досматриваем данный бой, смотрим на результаты, берем машину и обязательно запрыгиваем в следующую катку. Могу ли я данную машину рекомендовать новичкам? Нет, ребят, однозначно не могу, потому что данная машина не является хорошо живучим тяжелым танком в бою, и ошибки данная машина прощать вам точно не будет. По крайней мере, если вы ошиблись, и в дальнейшем уходите на перезарядку, то времени на это уходит очень много, а это время необходимо каким-то образом пережить. Что касается результативности, 56,8 косарей серебром, я считаю, довольно неплохо, и в минус вы не уходите. На удивление, с учетом большой альфы, безусловно, мы занимаем первое место в команде по урону, и безусловно, здесь мы проиграли не потому, что мы ничего не сделали, а потому что команда, в принципе, не вытянула данный бой. Я что могу сказать по поводу Шкоды? Пока ставлю лайкосы, как обычно, тем ребятам, которые показали себя в бою лучше всего, ну и в том числе ребят из команды соперников. Я могу сказать, что Шкода Т-56 это очень командозависимый танк. Это один из тех танков в нашей игре, в которой победа, она не зависит от вас, она зависит от вашей команды. Вы же включены в этот бой, как машина, которая должна наносить большое количество урона, и таким образом делать вклад в победу. Самостоятельно затащить с учетом времени перезарядки вы не сможете. Разобрать и полноценно, допустим, сопротивляться с двумя соперниками вы тоже не сможете. Если вы нарветесь на кого-нибудь более скорострельного, а в принципе практически любая машина, с которой вы будете встречаться в бою, будет более скорострельная, чем вы, то, соответственно, ребят, будьте готовы к тому, что в этой схватке вы однозначно сольетесь, потому что ДПМом вы покрасоваться не можете, а ваши соперники имеют ДПМные орудия в большинстве своем. Да, есть, как я говорил, еще двое товарищей, которые плюс-минус ноздря в ноздрю с вами, но крайне редко в последнее время в боях встречается Калибан, либо тот же самый ИС-3-защитник. Поэтому, ребят, рассчитывать на то, что вы будете там действительно часто затащил в бою, вот с таким чувством, да, выходить из него, нет, не очень часто у вас это будет происходить. Так Сейчас Даже не знаю Каким образом тут нормально поступить Дело в том, что ребята довольно бронированные Оба И найти сейчас слабые зоны Ну, крайне-крайне сложно Вот на голде сейчас попробую Но, согласитесь Не сильно красиво Когда у тебя перезарядка практически 15 секунд А урон, который ты на голде наносишь Каких-то там 300 с копейками единиц Я бы сказал, что это даже уныло А не там неприемлемо Очень сложная машина в реализации Вот что бы там ни говорили Многие говорят, что это там чуть ли не имба Хорошо играется Но, действительно, крайне сложно Вот сейчас выцелить комбашню С таким вот временем сведения Это была очень сложная задача И повезло, что 53 ТП Он практически постоянно стоял на месте Если бы он этого не делал То, понятное дело, что ничего бы у нас не вышло Так Ну что, попытаемся пойти А куда мы уже пойдем? Практически никуда мы сейчас идти не будем Сейчас попытаемся Сейчас попытаемся подъехать чуть ближе Каким-то образом Интересно, кто кого? Я его или он меня? Боюсь, что все-таки он меня Вот так вот, ребят Разменялись В принципе, были шансы Но, как вы видите Факт есть факт Опять-таки, страдальческая комбашня Которую пробили два раза Что касается уровня пробития То только голдой Можете порой кого-то прошивать По типу того, что происходило сейчас в бою Но, ребят На голде накидываете существенно меньше урона Ну и, соответственно Ваш ДПМ Даже если будете голдой пользоваться периодически Он еще ниже падает Исходя из того, что усредненно набрасывать урона Будете гораздо меньше Досматриваем бой Смотрим на результаты Ну и, соответственно, подбиваем итоги Итак, друзья Второе поражение в копилку 1430 единиц нанесенного урона При этом всем Что касается фарма То с учетом активированного прем-аккаунта 18500 серебром Что касается результативности по команде То, как вы видите Далеко не фонтан Но третье место занимаем Однозначно похвалим нашего Дефендера Ну, действительно, красавчик молодец И КВ пятый Даже если бы он не находился сейчас, ребят На втором месте А находился где-то внизу Я бы лайкнул его Потому что он не сдался Не сложил руки И не поднял орудие Что касается наших ребят Из команды соперников Действительно, молодцы Им здесь вопросов нет Обязательно лайкосаем Первым двум лидерам В отношении урона Теперь, что касается Подведения итогов Вы сами все видели Вы видели, насколько машина Унылая в боях В отношении того Как на ней играть На ней играть необходимо Крайне спокойно Находиться где-то Очень-очень далеко Надеяться на то Что время вашего сведения Вас не подведет И ваши соперники Никуда не отъедут Пока вы сводитесь И пытаетесь Не сильно пробивным орудием Выцелить их Слабые зоны Ну, допустим Ту же самую комбашню Что хочу отметить От себя Обратите внимание Что данная машина Если ее Рассматривать К покупке Вне данного набора А мне почему-то кажется Что именно вне набора Многие и будут Рассматривать данную машину Потому что мало Кого интересует Это ACDC То, ребят За 8500 Вам предлагают Данную машину В абсолютно голом состоянии Обратите внимание Также на то Что сейчас За 8000 Можно взять Типа 57 То есть Вы придете себе Машину С открытым оборудованием Что в принципе Поможет вам Сэкономить серебро А там вы получаете Шкоду Абсолютно голую И плюс Вы покупаете Это все На 500 голды Меньше Что же касается Того На что хотелось бы Обратить внимание Обратите внимание На технические Характеристики По орудию У Шкоды Т56 И давайте Теперь найдем В нашем списке Типа 57 Где ты мой красавец Машина кстати В легендарном Внешнем виде Ничем не хуже Выглядит Чем наш Сегодняшний герой Да где же ты Это в конце концов Так Ну давайте Сделаем тогда Немножко по другому Сейчас мы Вот так вот Сделаем Найдем Здесь Типа 57 Я думаю Что это будет Гораздо проще Вот он И давайте посмотрим ДПМ выше Пробитие Пускай чуть-чуть Выше Но все же Альфа 430 Против 450 Согласитесь Разница Не сильно большая Но время Перезарядки На целую секунду Комфортней И во всем Остальном Машинам Тоже гораздо Интереснее И по подвижности И что касается Характеристик Отдельных По орудию В виде Разброса Короче говоря Если вы хотите Взять себе Вот такого Плана Машину Которая Не быстро Перезаряжается Но накидывает Хорошую Альфу И выбираете Среди тех Машин Которые сейчас Есть на продаже Я бы все-таки Рекомендовал Остановить свой Выбор Именно на Типе 57 Но это мое Субъективное мнение А вы Ребята Обязательно Пишите свое Мнение В комментариях Под данным Видео А еще Обязательно Подписывайтесь На канал По вот этому Желтому Шильдику В один клик И жмите на колокольчик Чтобы не пропустить Выход новых видео Я стараюсь Для вас И среди подписчиков Периодически По мере возможностей Провожу розыгрыши На прем танки Батл пассы Ой господи Батл пассовские Пропуска На месяц Ну и Многие другие Ништячки Всем благ Всего хорошего Спасибо большое За просмотр Мира вам Друзья мои И обязательно Спокойствия Пока-пока